Всем привет, друзья! С вами Роман Никитин. А сегодняшнее видео, оно такое небольшое видеоистория о том, как мы взяли кредит и как он изменил нас, наверное. И это была довольно, правда, необычная история. Почему я сейчас ее не вспомнил? Потому что мы сейчас в рамках своего евро-тура, так скажем, с Алексеем доезжаем до Швейцарии, столицы всех банков. Я думаю, что вот как раз-таки мы начали вспоминать про наш самый первый кредит, эту смешную историю, и она была очень, правда, нелепой. На тот момент, когда мы только-только открывали наше первое заведение, Бейкер-стрит, это тайм-кофейня, антикафе, нам примерно понадобилось бы на него на открытие 400-450 тысяч рублей. На тот момент у Алексея у меня присутствовали деньги, но они были настолько глубоко заморожены в других проектах, что вытянуть оттуда их было практически нереально, и для этого надо было очень сильно напрягаться. И мы поняли, что нам надо взять кредиты. Мы пришли в банки, но я уже был на тот момент закредитован. Было немножко проблемно, там лишние 200 тысяч, это мне обещали, чтобы пересматривать какие-то мои проценты по другим кредитам, поэтому я решил, что нет, это не обо мне история. У Алексея была какая-то подобная ситуация, у него не получалось получить обычный адекватный кредит, да и на самом деле на тот момент получить какой-то дополнительный кредит в нашем возрасте было очень сложно. И у меня уже и так он там один был. Вышло так, что все, что нам давали, это кредитные карты. Кредитные карты, и мы запросили максимальный лимит, и что я, что Алексей, мы получили две кредитные карты по 200 тысяч рублей. Нам чуть не хватило на наши 450 планируемых, но в любом случае мы в 400 тысяч уложили, все сложилось довольно неплохо. Но на тот момент, когда мы получили две эти кредитные карты, мы думали, что у нас есть наличные деньги. Оказывается же, деньги с кредитных карт было снимать нельзя, это было 6 лет назад. И я со своей карточки снял 50 тысяч рублей, потому что мне надо было рассчитаться со строителями за то, что он там нам делал ремонт, что-то там менял в нашем кафе, которое мы перестраивали, переделывали, ремонтировали. И у меня тут же остаток по счету был какой-то непонятный, как будто бы у меня еще какие-то проценты снялись. И в общем-то, как я и предполагал, как мы и предполагали, но не додумались, деньги было снимать нельзя, и они получаются уже какие-то сильно кредитные. И более того, я вам скажу, что эти 200 тысяч рублей надо было погасить в течение 45 дней, вернуть обратно на карту. То есть это так, знаете, я думаю, что вы знакомы с подобными картами, которые сейчас, кстати говоря, присутствуют на рынке, существуют, но уже по более, мне кажется, лояльным каким-то условиям. И нам надо было как-то эти 400 тысяч рублей вложить в наш проект, окупить их за 45 дней и вернуть обратно. И казалось это практически нереальным, ведь окупить проект за 45 дней, 400 тысяч рублей, это очень сложно. Тем более, был проект такой инновационный и необычный. Если вы не знаете, что такое тайм-кофейни, я обязательно прикреплю ссылочку в конце видео, вы посмотрите, зайдете, что это такое себе представляет, что мы сделали. Знакомитесь с сайтом, вдруг вы что-то там полезное найдете. Так вот, как вы знаете, наша история, если вдруг вы не знаете, наша история с тайм-кофейней обернулась очень хорошо. Это невероятно! Мы правда подняли очень хорошие деньги. К сожалению, мы не успели окупить деньги за 45 дней и чуть-чуть вернули процентов, но в любом случае мы очень хорошо и быстро окупили этот проект. Конечно же, мы очень долго ругались с Алексеем из-за того, что вот такой вот кредит мы проворонили и получили процент. И вообще, как-то все очень глупо вышло, потому что нам никто кредит не давал. Но опять же, мы поняли, что если бы не эти карты, вообще непонятно бы где это все было, как они нас тогда спасли, и где мы находимся сейчас, и где были тогда. И может быть мы, если бы их тогда не получили, и сейчас бы не находились там, где находимся, не имели бы то, что имеем сейчас. Лучше и не скажет. Поэтому это такая немножко философия. Но в любом случае, они очень сильно поменяли наши жизни и сыграли какую-то очень положительную роль. И мне очень часто задают вопросы о том, стоит ли брать кредит, стоит ли поликредитные карты в бизнесе и перспективы вхождения в бизнес. Я всегда рассказываю, что я считаю, что идеальным это когда у тебя есть 50% своих и 50% кредитных на проект, которые ты собираешься открывать. Это максимум, сколько можно кредитных денег привлекать. Если это мы говорим о вашем первом проекте, если это ваш первый бизнес-проект, а вы не там, к примеру, не какой-то профи, который открывает бизнес за бизнесом. Если это ваш первый проект, постарайтесь сделать так, чтобы это было 50 на 50. 50 своих денег, 50 кредитных денег. Может быть с партнером как-то зайдете или еще как-то зайдете. Но вот примерно такого правила придерживаться очень было бы здорово. И сейчас я частенько заглядываю в банки, смотрю, когда мы иногда там нам бывает нужно перехватиться какие-то деньги в оборот или еще во что-то. Совсем другие условия уже сейчас, конечно, у кредитов и все очень сильно меняется. Даже те же самые кредитные карты сейчас оказывается можно уже, так скажем, наличивать, снимать с них деньги, а потом возвращать без процентов в какой-то срок. Но знаете, пожалуйста, что я вот думаю, да, если бы в наше время были такие карты, наверное, наш проект выстрелил бы еще лучше, еще больше, но теперь это уже романтизм и философия. Но вы не думайте, что наша история про кредит это какая-то пилюля успеха, да, что так будет у всех. К сожалению, так происходит не у всех. Помни, я лишь предлагаю пилюлю успеха. Честно говоря, кредит иногда является мечом, который может прорубать вам путь через лес, через самый тернистый лес, да, когда вы там валите деревья и уверенно шагаете вперед. А иногда этот меч вы берете в руки, он тут же топит вас и загоняет под воду. Все очень сильно индивидуально, очень сильно все зависит от тебя. Я часто, правда, слышу вопросы по поводу, стоит ли брать кредит или не стоит. Я думаю, вы должны оценить свои желания и свои возможности со стороны. Если вы чувствуете, что вы готовы к проекту, если вы чувствуете, что все, что вам не хватает, это не внутренняя мотивация, это не неуверенность в идее, это не отсутствие какого-то опыта или еще чего-то, а именно денег. И вот только они разделяют вас от победы, то, конечно же, наверное, стоит к нему прибегать. Но если вы чувствуете какие-то сомнения в себе, они, конечно же, бывают всегда. Но пытайтесь эти сомнения по максимуму закрывать. Чувствуете, что не хватает знаний, получайте их, обучайтесь, изучайте, читайте книги, ползайте в интернете. В интернете сейчас вообще вся информация есть практически бесплатная повсюду. Чувствуете, что не хватает опыта, устроитесь на работу куда-нибудь по вашей сфере, которую вы хотите открыть, получаете опыт. Берите деньги уже тогда, когда вы готовы под ваш бизнес, чтобы это было уже, так скажем, последним шажком, который надо просто преодолеть. И, как я и сказал, лучше всего делать это 50 на 50, когда 50% денег своих и 50% денег кредитных. Поэтому я, опять же, не принимайте, да, это как золотую плюлю, просто постарайтесь быть честным с собой и поймите, что вам на самом деле не хватает для успешного проекта. Правда ли это деньги или это может быть просто страх, отсутствие опыта или какие-то подобные вещи. На самом деле порой кредит мотивирует вас зарабатывать куда больше, чем вас мотивирует зарабатывать все ваши желания и мечты. И он является как раз таким отличным мотиватором для вашего заработка в принципе. Кредитный путь это однозначно лучший путь, чем складывать ваши денежки в копилочку и сидеть, вынашивать вашу идею до того момента, когда она вообще в принципе станет уже не актуальной, не интересной или же в вашем городе ее уже кто-то откроет. Поэтому тут тоже очень двояко и тонко, и надо это очень разобраться в этом и понять. Я искренне желаю вам успехов в вашем бизнесе, в ваших начинаниях, и даже если вы будете собирать получать кредит, удачи в получении кредита. Потому что правда, кому-то он прорубает успешное будущее, а кого-то топит. Просто будьте аккуратнее и постарайтесь взвешивать все плюсы и минусы уже заранее. В нашей ситуации, в нашей истории никак без кредита мы не начали. Но у нас не было другого пути. Я надеюсь, что если вы будете получать кредит сами в данный момент, то у вас будет такая же классная история, как и у нас. Я скрещу за это пальцы и надеюсь, вы подчеркиваете что-то полезное и хорошее для себя. Если это так, если вы уже что-то для себя когда-то подчеркивали из моих видео, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь на канал, нажмите на звоночек, чтобы всегда знать, когда выходит новое видео. Тут много полезностей, я надеюсь. А если нет, вы задавайте вопросы, пишите, что бы вам хотелось видеть, что бы видеть не очень сильно хотелось. И я буду стараться как-то давать вам максимально-максимально все больше и больше полезной информации. Потому что, ну, почему бы и нет? Пишите в комментариях ниже вопросы про вашего бизнеса, и мы вам будем помогать, чтобы у вас шансов было еще и еще больше в бизнесе. И я рад вам помогать. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok